всем всем привет сегодня я приготовила вот такой вот пирог с сосисками как бы получился пирог с сосисками фотографию этого пирога я увидела в одноклассниках как я его готовила процесс приготовления я вам сейчас расскажу и покажу ну а мы сейчас будем это все пробовать всем приятного аппетита сегодня 2 сентября я вот решила приготовить значит сосиски в слоеном тесте с сыром в духовке значит взяла упаковку теста слоеное дрожжевое замороженное я вот не знаю один килограмм здесь мне кажется что я это все не использую день когда это блюдо и не готовила натерла 250 грамм сыра на мелкой терке разбила одно яйцо взбила его вилкой и приготовила килограмм сосисок сосиски я порезала вдоль пополам пополам так значит раскрываем тесто я его положила на ночь оно растаяло у меня было замерзшее пазала листик подсолнечным маслом беру значит наше тесто примерно прикинула сколько кладу его на листик разравниваю его руками муку приготовила муфторе всего не буду использовать обрезаю лишнее теперь значит режу вдоль нет для меня это будет поперед муку разрезаю для чего разрезаешь сейчас вы увидите интрига разрезаем поперёк и значит будем плести сосиски как косичку в тесто а а а а а шалка что они не длинные так наверно придется так вырезать следующую следующую начинаем значит сообразить надо так закладываем у нас получается как не как косичка как корзинка корзинка у нас получается такая из сосисок и тесто вот таким образом значит мы закладываем сосиски вот я продолжаю заплетать и шу мыше тесто Смотрите продолжение в следующей серии. Сразу не сообразишь, как это получается все. У меня осталось полторы штучки. А я смотрю, я сначала неплодно как-то укладывала. Решила подвинуть все это, всю эту корзинку. Ну вот, не знаю. Скорее всего, так будет лучше. Сдвинуть ее все. Поплотнее решила сделать? Да. На один противень? Небольшой. Размеры его примерно какие? Примерно 28 на 40, наверное. Может 30 на 40. Разрезаем ее вдоль. Только приловчилось, и уже тесто закончилось. Надо еще одну делать следом. Попробуем, вдруг не понравится. Ну вот, значит, мы это все сделали. Я смазываю нашу корзинку из теста и сосисок яйцом. Теперь я буду посыпать сыром. Какой рассыпчатый ты сыр? Сыр я купила советский. И когда я его терла, он весь крошился. До этого я терла сыр топленое молоко. Он там остался вот немножко. Мне вот он больше нравится. А этот прям весь рассыпался у меня в руках. Ничего страшного, если здесь что-то попадется. Вот, значит, я это все посыпала сыром. И будем ставить это все в духовку. А в духовку я буду ставить, ну, поставлю на 10 минут. Потом посмотрю. Может быть, придется добавить. Иногда духовка очень быстро печет. От напряжения зависит. Будем ждать. Ну, Риш, пробуй. Разрезали. Сейчас кладем в тарелочке. Вот он, я думаю, очень вкусный будет пирожек. Пирожок. Или как, пирог. Тут внутри мясо. Вот. И сейчас еще жена мне нальет чаю. Вот он. Как будет все вкусно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Хорошо пошла сосиска в тесте. Вот, Юрик, тебе понравилась сосиска в тесте? Да, еще бы не понравилась. Полкилограмма схавали за раз сосисек в тесто. С сыром. Ням-ням-ням, вкусно. Может, на вид как-то это не так, а вот на вкус. Ой-ё-ёшеньки. Мне вот что не понравилось. Мне не понравилось тесто слоеное. Я обычно брала просто слоеное, а в этот раз взяла дрожжевое. И мне вот не понравилось тесто. Просто со слоеным было бы гораздо вкуснее. Но это на мой взгляд. А мне понравилось. Ну ладно, всем пока. Готовьте сосиску в тесте вместе с нами. Готовьте сосиску в тесте.